Бертон Грассел, 1872-1970 год. Человек, который прожил почти что целый век. На протяжении всей своей жизни он оставался верным ценностям английского духа. Становый мыслящий либерал, бунтарь, бросавший вызов консервативным традициям. Человек, который сказал много своего, много принципиально нового. И мы все чаще и чаще обращаемся к его наследию. Для того, чтобы понять Иллософа, очень важно задуматься о его начале, о первичных фазах его развития. Как раз здесь и происходит закладка будущих интересов. Часто это происходит через отталкивание, через преодоление той интеллектуальной среды, которой Иллософ начинает свое развитие. Именно такое отталкивание, такое преодоление мы видим в молодом Расселе. Как раз на годы его юности приходится в Англии доминирование так называемого английского неогегельянства или абсолютного идеализма. Вы чувствуете, что здесь интенция куда направлена? На Гегеля, философа, для которого первична абсолютная идея. Интенция направлена на нечто вечное, безусловное, абсолютное, неприходящее. Выше реальность не здесь. То, что здесь это иллюзия. А философа находится за границами энергетического мира. Вот эта установка, она восходит к Платону. Очень-то нетипично для Англии. Возьмите им себя, что Англия традиционно имеет склонность к эмпиризму. Самые великие имена философов и эмпириков, это именно английский философ. Именно английский эмпиризм, вот это без превращения, сыграл, может, основную роль в чем? Вот в развитии науки, в развитии науки, в том ее виде, какая нам известность она, какой нам она известна сегодня. Я здесь должен вспомнить, что здесь у Украины Себекона, Джона Лока, Дэвида Юма. Вот эта традиция английской мысли, и неогикельянство, но как бы отклоняется от этой линии. Рассел возвращается вот в это русло. Рассел восстанавливает ценности эмпиризма, давая ему новый контекст, давая ему новое осмысление. И вышло так. Рассел возвращается к философии здравого смысла. Что такое здравый смысл? Ну, это доверие нашим чувствам. Доверие непосредственному опыту. Неогикельянцы не доверяли опыту. Вообще идеализм не доверяет эмпирическим всем нашим конструкциям, эмпирическим нашим представлениям. Опыт обманщик, опыт иллюзорен. Нужно подняться над опытом, воспарить над ним, к высшим ценностям, к абсолютным идеям. Это установка идеализма во всех его формах, раздвиженностях. Значит, да, Рассел прошел через этот искус, но дырел его. Это первое влияние, которое было предъявлено. Второе влияние, которое было сугубо позитивным. Еще мальчик он прочитал «Начало Эвклида». Начало Эвклида увлекся математикой. Впоследствии вместе с Уайтихидом он обещает трехтомные принципы для начала математики. Да и так работа переводится, я не ее вспоминал. Уже раз. В математике Рассел увидит идеал для построения знания вообще. Рассел нанесет особый вклад, неоценимый вклад в математизацию прежде всего логики и знания в целом. Знания в целом. Именно Рассел теснейшим образом свяжет математику и логику. Математику и логику. Именно Рассел будет доказывать следующее. Вот это сейчас я консультирую внимание ваше. Лассел будет доказывать, что логика – это основа философии. Логика – это основа философии. Раньше как считали, да? Что формальная логика, она как бы нейтральна в отношении к философии. Вот формальная логика, она имеет свой аппарат, конечно, полезный, конечно, ценный, но она вот есть нечто самодавляющее, нечто самодостаточное. Философия шире, чем логика. Философия может вообще как-то выражать себя помимо логических формул. У нее может быть язык, который не логизирован, и это считалось нормальным. Это терпели. Но возьмите, скажем, Фридриха Ницше. Его язык, какая там логика? Это поэзия с чистой воды где-то. Правильно? Хотя это же и великая философия. Рассел глубоко убеждал, что философия должна строиться на логике. А логика он связывал с математикой. Вот такая здесь возникает иерархия. Рассел нам прежде всего Дора, как философ-логик, как один из зачинателей так называемой аналитической философии. Аналитическая философия. Напомню вам, что анализ предполагает расчленение целого на элементы. Рассел считал, что такому расчленению надо подвергнуть прежде всего логический язык. Логический язык. Нужно добраться до исходных понятий, базисных понятий, которые являются как бы аналогом атомов. Аналогом атомов. Свою голосовскую систему Рассел называл логическим атомизмом. Логический атомизм. И так анализ, и так расчленение, референциация, разложение с тем, чтобы добраться до исходного, до первичного. И потом уже на основе этих фундаментальных блоков отстраивает здание логики и холософии. Математика здесь является идеалом. Логика и холософия они у Рассела чистейшим образом коррелируют друг с другом. Итак, математика как образец. Замечательная, ценностная установка, реализация которой столкнулась с неожиданными трудностями. Будьте сейчас внимательны. Я впервые буду говорить о кризисе в науке, хотя я раньше этого касался, но он не так может быть остро, как это я делаю сейчас, как это исследует ближайшие лекции. Кризис математики. Математика казалась наукой, где нет никаких противоречий. наукой, где все доказательно. Говоря иначе, наукой, где все благополучно. И вдруг это благополучие как бы зашаталось. Весь 19 век был озабочен проблемой оснований математики. Основания. начало, истоки. Почему это волновало Рассел? Вот Рассел понял, да? Следующее. Это вот вы, этот мент, сейчас прониклись в эти моменты. Вот Рассел понял, что вот его учат математики, да? Вот ему дают, так сказать, алгоритмы, определенные математические. эти алгоритмы он может задействовать и получать результаты на основе этих алгоритмов. Но на чем эти алгоритмы это основывается? Чем обеспечивается, так сказать, результативность работы этих алгоритмов? Их подают студенты как бы в готовом виде. Так. с гарантией, что они не подведут. А вот Рассел и другие голоса в этого времени захотели такие гарантии получить. Получить, да? То есть, знаете, как вам сказать? Вот математика, которая приводается, это как бы дерево, корни которого скрыто. Вот есть комель из крона и на этих двух уровнях все работает, а основания. Вот именно корни. Там все хорошо. Кажалось бы, эта проблема не должна была возникать никогда. Математика себя пробировала, математика имела огромный взоритет, имела и имеет. И вот начались сомнения, начались сомнения, да? Они начались еще и выбрали на Евгрида. вот эти пятые постулаты Евгрида, он же ведь очень трудно доказуем. Ну ладно, пятые постулаты Евгрида, так, возьмем более близкие времена. Георг Хантер, Георг Хантер, так, вот он развивает новое направление математической мысли. Теория множеств, теория множеств, теория множеств, которая оперирует двумя понятиями бесконечности. Есть бесконечность потенциальная, подпишем, потому что Хантер оказал громадное влияние на Рассел, есть бесконечность потенциальная, это бесконечность неостановимого развертывания. ну вот натуральный ряд чисел убегает бесконечность, так, развертывается бесконечность или прямая линия, которая тянется в бесконечность, потенциальная. То есть она в любой момент эта бесконечность готова умножиться, усилиться, продолжиться как угодно, так, она как бы не закончена. И вот другое понятие бесконечности. актуальная бесконечность, актуальная бесконечность. И бесконечность, которая не процессна, не разворачивана, она сразу, вся, целиком, вся, как есть одна бесконечность. Это понятие очень глубокое, бездонно глубокое. Это понятие, через которое Кантер выгодил в Богу, Кантер был мистичен религиоз, мистичен вот проблема множеств, проблема множеств, теория множеств, она связана с идеей актуальной бесконечности, с актуальной бесконечности. Так. Ну, вот давайте с вами сейчас выйдем к парадоксам, которыми отмечена теория множества, а потом перейдем к парадоксам расово. Они близки, они генетически связаны. Итак, мы с вами рассуждаем бесконечности. Вот я даю вам два примера, когда бесконечность, бесконечность, она вот портит нашу курс логикой. там, где бесконечность, там начинаются какие-то неувязки с привычной логикой. Ну, вот мы знаем, что целая большая часть, правильно, да? Это логический вывод, который подкреплен всем опытом нашего существования. Правильно, да? Целая большая часть. Элементарно, тривиально, банально. Теперь я задаю вам вопрос. Вот передо мной отрезок. Отрезок, да? А, В. Сколько на нем точек? Бесконечно много. Правильно, бесконечно много. Теперь я беру часть этого отрезка. С, да? Где точек больше? На отрезке А, Б, большой отрезок, или на отрезке А, С. Понимаете, вопрос сразу обнаружил свою провокативность. Да, провокативный вопрос. С точки зрения здравого смысла, с точки зрения привычной логики, как должен ответить? Ну, конечно же, на целом должно быть больше точек, чем на отрезке. Бесконечно развивает эту логику. Вы знаете, в терминах расово, забежем терминах массово, перед нами два равномочных множества точек. Равномочных, это его выражение, мощность множества, мощность множества. Два равномочных множества. И оба множества актуальны и бесконечны. Вот понимаете, да, вот сбой, сбой в традиционно формальной логике, сбой очевиден. Ну, вот, начиная с парадокса. Или другой случай. Давайте обнаружим множество из всех чисел натурального ряда. Ясно, что это множество и бесконечное. Теперь давайте обнаружим, построим множество, только из счетных чисел натурального ряда. Только из счетных чисел. Два множества. Из всех чисел натурального ряда. Первое множество. Второе, только из счетных чисел. Какое множество больше, какое множество меньше. Опять есть искушение, скажем, второе множество это только половинка первого, да? Нет. Это равномочное множество. Равномочное множество. Понимаете, Вы понимаете, да? Вот человеческая мысль здесь сталкивается с логическими трудностями, которые вызывают кризис. Кризис в основаниях математики. Теория множества имеет огромное значение для понимания именно фундамента математики, именно ее основания. Знаете, это была для многих людей трагедия, когда стало ясно, что математика содержит внутри себя парадоксы. Математика не должна содержать парадоксы. Она должна быть логически ясной. Должна, да? А она вот такой не хочет быть. Логически ясной, логически однозначной. И вы знаете, многие и математики, и философы были просто шокированы тем, что математики, возможно, противоречия. А здесь противоречия на лицо. И вы знаете, я обратил внимание, я хочу, чтобы это записали специально, да? В общем-то, так устроена философия, что она классическая философия, классическая философия, да? Что она, я уже говорю про логику, да? Само собой разумеется, что она не любит противоречия. Противоречие – это что-то плохое. Противоречие берется со знаком минус. Мы сейчас должны быть противоречивыми. Конечно, вот эту схему, этот канон ломает Гегель. Гегель, который говорит, что противоречие – исходе всякого развития. Гегель показал, что мир противоречий. Да, но то философия, ладно, можем примириться с диалектикой гегелевской, где все держится на противоречии, где противоречие впервые берется как что-то позитивное, позитивное. Но математика – это ведь другое, да? Как так? Противоречие математики, в основании математики. Это воспринимается как катастрофа. Вот строили здания математики веками, так? Кристалл. Розрачный, строгий, симметричный кристалл. И вдруг все зашиталось, все заколебалось. Рассел, влюбленный в Эвклида, Рассел, влюбленный в математику, он был вот встревожен этими обстоятельствами. И вот всю силу своего интеллекта он просил на то, чтобы понять природу этих парадоксов и, в общем-то, эти парадоксы снять. Скажем прямо, Рассел посредил себя в борьбе с противоречием. Вот. С противоречиями в математике. Надо честно признать, что Рассел проиграл эту борьбу с противоречием. Но то, как он эту борьбу ввел, это пример великого напряжения интеллекта. Это всегда будет актуально, всегда будет изучаться, всегда будет востребовано в любую пуху. Хотя, еще раз повторяю, он это сражение проиграл. Я возвращаюсь к начальной биографии Рассела. Я сказал, что вот он увлекался неогигельянством, увлекался абсолютным идеализмом. Абсолютный идеализм любит оперировать общими понятиями. Запишем, да? В общем, идеализм в целом, да? Идеализм в целом, это сфера общих понятий. Или идей. В конце концов, Платонову идею, Платонову идею можно редуцировать к общему понятию. Идея человека, это ну не совсем понятие человека, но понятия человека отражена идея человека, и наоборот. Идея человека, она себя манифестирует через понятия человека. Так. Обобщение. 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 Это то, что присуще человеку. Человек любит обобщать. Любое понятие есть обобщение. Любое понятие есть обобщение. Бывает обобщение разного ранга. Разной силы. Бывает обобщение. Универсальное. Малое, некрупное. И вот, ответим на себя. Бывает обобщение универсальное. Универсальное, да? Обобщение абсолютное. Обобщение, в котором присутствует слово «всё». «Всё». У этого слова мы должны сегодня взять фокус своего внимания. Будем это иметь в виду. Итак, идеализм связан с обобщением. Раз. Второе. Обобщение в его максималистской форме. Я люблю это слово. Максималистской форме. Или в экстремальной форме. Предлагает использование понятия «всё». «Всеохватность». «Всевмещение». «Всеединство». «Всеисчерпывающий подход». И так далее, и так далее, и так далее. Вот Рассел усомнился, усомнился в этом слове «всё». Я там ещё вернусь. Рассел, вот он, смотрите, он изучает гегельянцев. Так. Не гегельянцев. Своих отечественных философов коллег. Значит, вы поймите, что Гегель говорит в языке «всё». У Гегеля мир обобщен до предела. Это экстремальное обобщение. Гегель – это философия всего. Гегель – это философия о всём. О всём. Это один полюс, который тянет, притягивает молодого Рассела. А с другой стороны, он эмпирик. В своих хорнях, в своих английских историях он эмпирик. Ты видишь, что эмпирик, он доверяет только единичному. У нас не раз уже выстекала эта дилемма общего и единичного. Она вот сейчас снова очень, очень сильно эта дилемма себя проявит. Но в Расселе себя эта дилемма манифестирует с невероятной выпуклостью, яркостью. Итак, это колебание между всеобщим и единичным. Вот это колебание, оно обеспечило бы как бы энергию Расселовской мысли. Так вот, Рассел говорит, что надо нам разобраться с нашим языком. Здесь звучат мотивы, схожие с теми, которые нам уже знакомы по Вингенштейну. Надо смотреться в язык, где очень много так называемых логических слов. Вот запишем, да, это выражение Рассела, логические слова. Вот все это логическое слово. Все. Логическое слово, в терминах Рассела. Ну, вы понимаете, почему, да? Вот я вам спрашиваю, все, да? Это слово эмпирическое как-то может быть наполнено? Что с этим словом стоит на эмпирическом плане? Что? Вы можете это все показать или нет? Эмпирик, эмпирик держится за чувственный опыт, опирается на чувственный план. Все не дано чувственно, все не дано эмпирически. Так вот, давайте в язык смотримся, язык проанализируем. Вот философ-аналитик, философ, который считает, что надо демонтировать язык для того, чтобы дойти до его составляющих исходных, до логических атомов. Он это начинает делать. Аналитическое голосовое Рассела, это, прежде всего, анализ языка, анализ выражений или высказываний, где есть логические слова. Логические слова, в том числе слова, которые связывают через себя, связывают в себе различного рода множества или класса. Вот опять я возвращаюсь к понятию множества. Замечу, что и у Рассела, и вообще голосового двадцатого века понятие множества и класс употребляются как синонимы. Я привык к обоим этим терминам, и я могу переходить с одного на другой. Это нормально, это характерно для изложения, поэтому этому не удивляйтесь. Так вот, Рассел, Рассел, так, хочет создать язык, создать язык науки. Язык, который был бы непротиворечив, язык, который был бы непротиворечив, язык, который был бы прозрачен, кристален. Он считает, что при создании этого языка мы должны ориентироваться на язык какой-то, на язык самый-самый первичный, самый-самый исходный язык. Что такое, что такое язык науки? Это язык, язык, который не содержит противоречий. Язык, позывешь на себя, который не содержит псевдопонятий. Понятия, за которыми ничего не стоит. Понятия, которые пустые. Так вот, язык самого низкого порядка, это выражение Рассела, да, это так называемое его выражение объектный или первичный язык. Объектный или первичный язык, да. Язык, где каждому слову, каждому слову, да, есть опытное соответствие. Вот каждому слову есть опытное соответствие. За каждым словом стоит нечто достоверное. Это простой язык, конечно, да. Научный язык должен быть более сложным, естественно. Но как и первичный язык, как и первичный язык, или объектный язык, вот такое выражение, да. Вот язык ноги должен стараться освободить себя, освободить себя, да, очистить себя. Вот от этих самых логических слов, о которых уже шла речь. Но таких логических слов есть немало. Ну, скажем, такие, скажем, вот слова как или, нет, все, да. Кстати, или, нет, все. Когда мы эти слова вводим, то начинаются какие-то логические операции. Пускай самые простые, или, альтернатива, нет, отрицание, все, обобщение, да. Вот объектный язык, объектный язык, он не содержит в себе вот этих логических слов, так. Вторичный язык, вторичный язык, вот эти слова включают в себя, включают в себя, так. Ну, язык науки, он тоже их в себя ключит, да. Но, появите меня, да, да, мы должны мириться с этими логическими словами, но мы должны стремиться к тому, чтобы язык науки, язык науки, вторичный язык, да, вот он тоже, тоже, как язык первичный, не терял связи с реальностью, не терял связи с миром опыта. Вот в основном какая. Итак, мы должны построить язык науки, который, хотя и ориентируется на объектный первичный язык, но не может его повторить, не может его воспроизвести, это было бы слишком примитивно для науки. Наука построит свой язык, но имея этот язык в качестве некоего идеала. Да, простой идеал, да, элементарный идеал. Но главное здесь что? Привязанность каждого слова к эмберическому миру, к эмберической реальности. Задача поставлена, задача поставлена. Освободить язык науки от противоречий. Язык должен быть не противоречий. И то, что говорится на языке, на этом языке, должно быть заводным от противоречий. И вот Рассел, кстати, экспериментируя с языком, делает открытие, касающееся вообще-то природы мира. Вот, взявите вы себя, Рассел первым понял, да, что вот это великое, конечно, озарение. Рассел понял, что мы, работая с языком, с языком, с синтаксисом языка, скажем хотя бы, да, мы постигаем мир, мы постигаем какие-то сущностные стороны бытия. Работая с языком, мы можем совершать открытия онтологического порядка, онтологии, наукой бытии. Сматривая с языком, мы открываем какие-то принципиально важные связи, бытийные связи, сущностные связи. Вот это, конечно, одно из самых великих озарений человеческого ума. Вообще, язык начинает выходить на первый план. Это новое, это не имеет прецедентов, ведь весь двадцатый век это что такое, скажем так, без привлечения, да? Это доминирование философии языка. И у колыбели этого процесса, скажем прямо, стоит вот в Германии Гумбольд, а в Англии Рассел. Раз, вот так. Раз, вот читает Кантера. Так. Раз, вы видите, что математика, язык математики не заводен от противоречий. Он начинает думать о природе парадоксов, которые заложены в обобщениях. Внимание, внимание. Рассел делает вот то, что вот как в открытии, да? Вот Рассел говорит, парадокс возникает тогда и только тогда, когда мы очень высоко берем своих обобщениях. Чем мощнее обобщение, тем вероятнее столкновение с парадоксом. То есть вот этот подъем по иерархической лестнице, где с каждой ступенью понятия становятся более и более общими, вот этот подъем, он и генерирует парадокс. Итак, чем общее, тем парадоксальнее, тем противоречивее. И вот Рассел, пометуя понятие «можество» Кантера, но Рассел чаще использует понятие «класса» между синонимом, открывает новую разновидность противоречия. Сейчас я там это должен изложить, да? Вот это один из самых, конечно, захватывающих сюжетов истории науки XX века. То, что я говорю хрестоматийно, хрестоматийно. Ну, скажем, философия науки — это, наверное, да не «наверное», а спорно так, да? Зоя науки — это одна из основных глав данного предмета. И вот то, что я сейчас буду излагать, очень трудно укладывать за психическую голову. Потому что это головоломка. Парадокс — это головоломки. В этом, после вашей средой головки, все-таки попробуют не сломаться. А я вот много лет отрабатываю метод подачи парадокса фраза. Но разумеется, что англичане это делают как-то очень скупо, не разжевывают. И трудно, трудно в этом будет разобраться. Но я обещал, что мы с вами сегодня в этом успешно разберемся. Поэтому, пускай, сейчас ваша запись, вот, как бы чередуется с некоторыми такими додейственными погружениями в то, что я буду говорить. Итак, понятие множества или понятие класса. Вот, давайте возьмем, скажем так, множество всех цветов. Цветы вам записали, множество всех цветов, да? Все-все цветы мы собрали множество. Цветы и земные, и неземные, и какое угодно, да? Вот множество, а вот его элементы. Элементы я ввожу понятия, вам, конечно, знакомы, но здесь необходимы. Вы согласитесь, что множество всех цветов не похоже на цветок, да? Терпите вам, вы можете возбудиться, что я говорю, такие вещи очевидные, да? Очевидные, да. Множество всех цветов не похоже на цветок, так. Ну, вот пример раса, вот он не был почему-то пример. Множество всех чайных ложек, не могут быть самого разного фасона, самого разного материала, не похоже на чайную ложку, да? Говоря в терминах раса, ну, это сейчас мы запишем, да? Данные множества, назовем их нормальными. да, нормальные множества не содержат себя в качестве своих членов или элементов. Нормальное множество не содержит себя в качестве своих членов или элементов. Уже фраза, которая трудная, но ее иначе нельзя как-то переформулировать, но. Говоря иначе, да. нормальном множестве его нормальное множество не похоже на не содержит себя в качестве Вот видите, вот эта головоломка, да? Скажите, как я сказал, есть несколько формул. Не содержит себя в качестве себя. Да, вот так правильно сказано. Нормальное множество не содержит себя в качестве... Своим. Не является элементом самого себя. Вот так вот. Не является элементом самого себя, да. Вот надо вам постараться эту фразу понять. Ну, сразу беру по контрасту. Ненормальное множество. Ненормальное множество, оно содержит себя в качестве... Так, хорошо. Так. Беру множество всех... Вот списки есть, списки, да? Списки. Да. Множество всех списков. Или говоря, список всех списков, да? Множество всех списков. Это тоже список, правильно, да? Да. Множество всех каталогов. Это каталог? Правильно, да? Множество всех реестров. Это реестр. Короче говоря, да? Короче говоря, да? Вот. В данном случае, что мы не видим, да? В данном случае... Множество, множество, да? Ненормально, ненормально, да? И оно... Продолжение, да? Оно является членом самого себя. Так. Я сейчас хочу вам предложить записать несколько формулировок... Рассеновских. Запишу просто вот так. Давайте его множество. Давайте вот прямо по Рассенову. Множество нормальное... И его примеры... Сейчас запишем его примеры, да? Множество нормальные. Не содержит себя в качестве своего элемента. Не содержит себя в качестве своего элемента. Или, говоря иначе, не похоже на свои элементы. Вот его слова. Племя не есть отдельный человек. Племя, да? Ну и народ. Не есть отдельный человек. Созвездие не есть звезда. Это нормальное множество. Ненормальное множество. Включает в число своих элементов и себя. Так. Каталог каталогов. Список список. Здесь множество похожих на свой элемент, да? Каталог всех каталогов похож на каталог. Список всех списков похож на список. Созвездие не похож на звезду. Правильно, да? Племя не похожа на отдельного человека. Разница поняла, да? Нормальное и ненормальное множество. Поэтому разбираться не трудно. Самое головоломное начинается впереди. Теперь давайте образуем множество. Продолжение все записывать, да? И, пожалуйста, возьмите на экзамен шпаргал. Вот это, да? Потому что, вот еще раз говоря, головоломные вещи, они, когда вы их поймете, они, конечно, простые. Но в изложении все равно язык выкидывает вот своих портелей, да? Вот он так любит. Как, знаете, как это, как с кроковорки, да? Путаешь. Путаешь смыслы, да? Ну, что делать? Так вот. Продолж, снова и продолж. Итак, пишем, а самое главное. Давайте сейчас образуем множество всех нормальных множеств. Вот множество чайных ложек, множество звезд, множество цветов. Давайте все множества соберем в одну кучу. Понятно, да? Образовали множество всех нормальных множеств. И теперь задаем вопрос. Давайте это все подробно записывали, иначе мы с вами... Спасибо. 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 Спасибо.